Добрый день! Сегодня мы поговорим об интернете, о плюсах-минусах интернета, об аспектах общения в интернете. И у нас в гостях преподаватель кафедры политологии Омского государственного университета Иван Жуков. Добрый день! Здравствуйте, Евгений! Кафедра политологии, я так понимаю, одна из самых молодых кафедр. Когда она образовалась, чего изучает? Два слова скажите о кафедре. Наша кафедра образовалась 10 лет назад, ровно в этом году у нас юбилей первый. Круг исследований довольно широк. Политология на английском звучит political sciences, политические науки. Понятно, что в силу расположения нашего города, в первую очередь, нас интересуют не международные проблемы, а проблемы федерального, регионального и местного уровня. Стараемся заниматься не только теоретическими, но и прикладными вопросами. У нас есть лаборатория социально-политических исследований, в рамках которой мы проводим исследования не только политические, но и маркетинговые. В общем-то, стараемся охватить тот спектр вопросов, который может интересовать исследователя на уровне города Омска. То есть изучаете, как политика влияет на поведение, какие-то способы общения. Один из способов коммуникации – это как раз интернет. Есть и плюсы, и минусы в интернете. Есть плюсы, потому что людей связывают на далеких расстояниях, но есть какие-то и минусы. Эта тема попадает в сферу изучения политологии? Да, более того, это сейчас один из самых актуальных вопросов, который лежит в области целого ряда исследований, как в России, так и за рубежом. Ну, к сожалению, в основном за рубежом занимаются изучением интернета. Но российские исследователи сейчас отдельным аспектом интернета, его влияние на социум и на политику, конечно, тоже уделяют значительное влияние. В силу известных всем событий, которые произошли, в том числе на пространстве СМГ на Ближнем Востоке. Есть много разных способов общения в интернете. Это электронные письма, которые, как обычное сообщение можно писать, да, есть какие-то форумы, чаты. И постепенно в самом интернете рождается какая-то собственная культура общения, да, или наоборот. То есть, на самом деле, отражение общения в интернете – это наверняка отражение культуры в обществе. Безусловно, когда говорят об интернете, часто ему вменяют вину очень многие процессы, которые, на самом деле, для интернета не характерны. Интернет, здесь его специфика заключается в том, что он не порождает, наверное, многие проблемы, он является их отражением. Интернет принципиальная личность человека не меняет. Он лишь дает ей новые возможности для ее раскрытия. И когда, например, возникают скандалы с выкладыванием видео какого-то содержания, скажем, насильственного, да, говорят о том, что общество, скажем, скатывается в какие-то дебри противозаконные и так далее, на самом деле эти явления негативные были и раньше. Просто интернет позволяет эти явления выносить на всеобщее обозрение. То, чего раньше не было, это принципиально новая возможность. Когда говорят о субкультуре, общении в интернете, да, конечно, субкультура есть. Причем здесь можно разграничивать. Интернет – это нечто международное, но он дробится на национальные сегменты, каждый из которых очень специфический. То есть ближе всего тяготеет к международному интернет, американский интернет, безусловно. Как родоначальники. Да. Рунет – это очень специфический сегмент со своей субкультурой, со своим сленгом. Но и другие национальные интернеты тоже очень специфичные. Со своей субкультурой, со своей манерой общения. Это китайский интернет, это интернет в интернете, скажем, это французский интернет и так далее. И здесь вот, когда возникает речь о конфликте поколений, как раз возникает, одна из ключевых проблем заключается в том, что культура общения взрослого населения и культура общения населения более молодого, которое активно использует, да, или, как говорят, юзы, да, вот интернет, она отличается. И вот для обозначения, допустим, этой разницы, еще в Японии, которая впереди планеты всей, во многих технологических аспектах, давно придумали даже термин этих подростков, которые обмениваются текстовыми сообщениями, их прозвали «племя длиннопальцевых». Ну, тут, скорее, налицо не конфликт поколений, да, а всегда молодежь чем-то отличалась там собственным языком, собственной культурой всегда. Вот здесь просто… Накладывается еще технологический аспект, да. Да, 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 да. То есть они ближе к интернету, потому что они уже практически растут вместе с ним. То есть для старшего поколения все-таки это, ну, некая технологическая новинка, позволяющая там, ну, как-то общаться, да. А молодежь наверняка уже использует это не просто как способ общения, а как способ жизни. У них даже свой сленг, и даже есть какие-то такие слова, какие-то совершенно свои. Тем не менее, молодежное общение не так опасно, потому что это и есть общение молодежи, они всегда на своем языке общались, да. Опасно, скорее всего, отбрасывание каких-то мыслей, ну, может быть, не всегда, так сказать, адекватных или подчас каких-то противоправных, да, которые могут моментально стать достоянием общественности, достоянием гласности в широком смысле слова. Вот как с этим бороться или как, и нужно ли с этим бороться? Здесь вот какие есть тенденции? Дело в том, что вбрасывание какого-то негатива происходит, в общем-то, всегда. И здесь бороться с этим, ну, это будет вбрасываться постольку, поскольку интернет-среда свободная, более свободная и менее регулируемая, чем СМИ. Я согласен, это тоже отражение как бы нашего общества, но если раньше, например, там разговор в своей группе, да, или там на кухне, а он заканчивался этими же людьми, которые присутствовали, да, то теперь это получает большое распространение, и в этом иногда какие-то мысли могут быть, так сказать, опасны, могут даже какие-то призывы к действиям быть. Здесь вот, скажем, анализируя манеру общения людей в интернете, как правило, исследователи обращают внимание на то, что человеческое сообщество в интернете, оно такое же саморегулируемое, как и в жизни. То есть, если людей поместить в какую-то нетипичную ситуацию, то вот эта группа людей начинает саморегулироваться, выявляются лидеры, выявляются те, кто идут за ними, выявляются оппозиционеры и так далее. И в интернете точно так же. Есть мошенники, есть самопровозглашенные полицейские, есть те, кто радеет за дисциплину, есть те, кто радеет за вот хаос и анализы. Есть хулиганы. Есть хулиганы. И интернет-сообщество демонстрирует порой примеры самоорганизующихся групп сообществ, которые занимаются наведением порядка в интернете. То есть, должно пройти какое-то время? Должно, конечно, пройти какое-то время. Мы сейчас переживаем то, что называется болезнь роста. Если учитывать, что Рунет – это самый динамично развивающийся национальный интернет, за несколько лет, в 2000-х годах, буквально примерно за три года, аудитория Рунета выросла в семь раз. Понятно, что культура общения не успевает прививаться. И сейчас вот динамика генерирования интернет-мемов, слухов и так далее – все это, конечно же, зашкаливает. Все это через какое-то время, я думаю, успокоится, придет в свою нормальную стадию. И я думаю, что в этом смысле ситуация оздоровится естественным образом. Надо просто немножко подождать. Саморегулирование, то есть выработает свою культуру общения. Но уже сейчас есть призывы к тому, чтобы прекратить засорять интернет бранными словами, прекратить хамство. И как раз вот эти призывы и направлены на саморегулирование, на создание вот такой нормальной культуры общения. Конечно. Ну, существует масса инструментов, как оградить, если не интернет, то, по крайней мере, отдельная его группа, отдельное его сообщество от бранных слов и так далее. То есть, если создается определенная группа в интернете, администраторы этой группы вводят совершенно чуткие правила. Они обозначают, можно ли ругаться или нельзя ругаться, вводят рамки допустимого и наказание для нарушителей дисциплины. То есть, зависит от самого форума, насколько руководители, там, модераторы форума хотят оградить вот это общение от каких-то... Культура – это то, что, естественно, регулируется, саморегулируется. Вот здесь более опасно и больше требует внимания со стороны государства откровенно противоправные аспекты интернета. Потому что, по статистике, российские подростки в интернете проводят больше времени, чем их западные сверстники. И вот по статистике, половина российских подростков в интернете общается с незнакомцами, и 40% с ними встречается. Да, вот 11% подростков подвергалось так называемому интернет-буллингу, ну то есть, это агрессивное воздействие, угрозы и так далее. А 6% подростков от 9 до 16 признавались, что сами практиковали подобное поведение. То есть, плюс еще что можно добавить. Россия стабильно входит в число стран с лидеров по так называемому недружественному контенту. Во-первых, это пиратские программы, которые связаны с интернет-мошенничеством, с вирусами и прочим. Это сами вирусы, троянские программы и так далее. Сюда можно добавить большое количество сайтов, которые как раз исповедуют темы насилия и темы порнографии и прочего. Причем многие подростки признаются, что они регулярно сталкиваются с непристойным содержанием. В том числе, каждый третий из тех, кто сталкивается, сталкивается именно в социальных сетях. Но если мы берем социальные сети, в том числе самую популярную российскую сеть ВКонтакте, то мы с вами можем видеть, что ситуация постепенно изменяется к лучшему. Я сам, как пользователь этой социальной сети, могу сказать, что за последний год число страниц, число видео, число сообществ, которые содержат явно недружественный контент, то есть это контент непристойный, агрессивный, заявляющий о ненависти социальной и прочей, число таких аккаунтов уменьшается. То есть администрация этой сети ввела такая функция, как вы знаете, пожаловаться. То есть если я захожу, взрослый человек, на какую-то страницу и вижу там содержание, которое может причинить моральный вред ребенку, например, я могу, нажав соответствующую кнопку, пожаловаться в администрацию, рассмотрев мою жалобу, она принимает соответствующие меры. Как раз это попытки вот такого саморегулирования. Конечно. Это то, что называется социальная ответственная политика. В интернете говорят, бойся трех Х. Халявы, хакерство и хамство. То есть вот эта попытка как раз создать более спокойную среду для нормального общения. Вот просто достоинство и одновременно недостаток интернета, о чем отмечали еще, может быть, лет 10 назад, на Западе, когда проводили исследование, это его анонимность. Он не меняет личность человека, он просто придает ей возможность, будучи анонимным, будучи удаленным от собеседника территориально, свои стороны натуры негативной каким-то образом проявлять. Существует даже специальное сообщество, для этого созданное, для того, чтобы там ругаться, хамить и так далее, для тех людей, кто желает это делать. Ну да, если в обычной жизни, то есть за хамство ты можешь моментально ответить, то вот в интернете вот эта вот анонимность или псевдоанонимность, которая окажется ему, да, ну как-то, может быть, даже провоцирует то негативное, что у него есть, выплеснуть в сети интернет. Да и интересное социальное явление. Да, вот дело в том, что если 20 век называют веком толпы, потому что толпа, как явление, появилась именно там, вот такая атомизированная общность, человек в этой общности, он изолирован IQ толпы ниже IQ человека, то 21 век, это век в каком-то смысле тоже толпы, но толпы уже умной. Вот есть даже книга с названием «Умная толпа». Я бы, может быть, немножко не так сказал, то есть он тоже является там под влиянием толпы, да, но уже на каком-то новом уровне, более технологичной. Да, умная толпа. Ну, как умная здесь нельзя сказать, она… Технологически оснащенная толпа. Да, да, да. Умная толпа немножко другая, это, ну, более, может быть, даже образованная, интеллигентная, это уже не толпа, как это входит в собрание, да. А в 20 веке действительно многие политические, ну, скажем так, события, да, многие политические события были протектованы действительно толпой. И в этом смысле 21 век уже нам показал, что интернет может тоже влиять не только на политику, да, но и на какие-то, подвигать толпу на какие-то события. То есть вот события, так сказать, в арабских странах нам ярко показали. Да, вот есть эффект бабочки, да, взмах крыла бабочки может где-то спровоцировать какую-то катастрофу. И вот иногда демонстрируют сюжеты, которые… сюжеты искусственно смоделированы, когда, скажем, видео, выложенное, например, в Арабских Эмиратах, способно привести к смерти человека в Великобритании. То есть вот как раз посредством того, что сейчас мир стал намного ближе, намного динамичнее. И вот события в Великобритании как раз показали, что маргинализированная толпа, вооруженная текстовыми службами передачи сообщений, которые недоступны для полиции, способна творить на самом деле очень серьезные вещи. Если у этой толпы появится лидер соответствующий, идеология, то, в общем-то, изменения могут быть весьма и весьма серьезные. В этом смысле, чтобы организовать толпу в 20 веке, должно было пройти какое-то время. То есть нужно было каждому сообщить какую-то дату, время, там, общего выступления, да, или собрания. То есть сейчас время сократилось до минимальных размеров. То есть ту же организацию нужно провести моментально. Причем не встречаясь в реальном мире. Ну, несомненно, я и говорю. То есть вот это сокращение времени и происходит. Поэтому многие события будут, скорее всего, ускоряться и ускоряться. Здесь еще можно о чем говорить? Вот интернет, на самом деле, конечно, предоставляет колоссальные возможности, но эти возможности по большей части людьми не используются. Интернет – это такая большая совокупность иллюзий. И когда разгораются дискуссии о том, что закрыли какой-то новостной портал, то на самом деле это можно назвать бурей в стакане воды. Почему? Потому что, вот скажем, Китай, да, часто говорят о том, что китайские власти блокируют там CNN, да, там NBC и прочее. А Google, да, скажем, регулирует поисковую машину. Это глобальная попытка регулирования. Но среднестатистический китайский пользователь интернета, он не знает, может не знать, что такое Google. И он за пределы своих вот китайских поисковых систем, сайтов не выходит. И вот вы, я и многие другие пользователи в России, например, они не обращаются к первоисточникам. На сайты там CNN, да, они не ходят. Мы в первую очередь, мы сами себя ограничиваем, мы новости смотрим в первую очередь где? В тех же поисково-новостных системах. Яндекс, Рамблер, подавляющее большинство там. Вот пример даже вот недавно произошел. Я встретился со своей учительницей школьной, мы общались с ней на профессиональную тему, тему образования, она сказала, вот ты знаешь, что произошло то-то. И я, слушая об этой новости, уже прекрасно понимаю, где она эту новость увидела, на каком поисково-новостном сайте. То есть здесь все предельно просто. Те неограниченные якобы возможности, которые интернет предоставляет, они на самом деле ограничиваются нами. Несомненно ограничены. На самом деле любая информация, которая существует в интернете, ее должен кто-то туда выложить. Будь то видео, будь то тексты, будь то хоть что. То есть если ты захочешь найти что-то, ну такое узкоспециальное, да, или экзотическое, и никто до этого не выложил, и вот там интернет нет, ты просто не найдешь. Это сталкиваешься сплошь и рядом, когда ищешь какую-то специальную литературу. Не все есть в интернете. Конечно. В части информации в интернете очень интересна прикладная сторона интернета. Это интернет и бизнес. Здесь очень много иногда полезного. Можно найти именно для бизнеса, для, так сказать, нахождения каких-то партнеров. Но многие вещи пока, вот бизнесом, наверное, не в полной мере осознаны. Эти возможности, которые предоставляет интернет. Вот эта сторона как-то изучается. Вообще говоря, у российских пользователей, у российской власти и у российского бизнеса есть сейчас уникальная возможность. Она заключается в чем? Мы несколько отстаем от Запада в области освоения и применения интернет-технологий. Вы имеете в виду по времени? По времени немножко отстаем. Причем это отставание, не в технологическом смысле, а чисто временном. Оно сокращается. То есть, если 10 лет назад оно измерялось, может быть, годами, то сейчас, по моим подсчетам, оно не более года составляет. И здесь мы имеем возможность не наступать на те грабли, на которые наступали западные стартапы. Развитие идет по кальке. То есть, то, что прошли на Западе, скажем, год-два назад, то же самое проходим мы сейчас. Те же дискуссии, которые там были год назад по поводу использования социальных сетей и интеграции их с бизнес-системами, то же самое происходит сейчас в России. То есть, мы можем просто брать и копировать, адаптируя, конечно, в каком-то смысле к нашему опыту, тот опыт, который уже наработан на Западе. Благо, что социальные сети, к примеру, или поисковые машины, они универсальны. То есть, они на универсальных платформах разрабатываются. Их интерфейс зачастую очень схож. И здесь, в общем-то, пользователь среднестатистический, российский, западный, он по своим демографическим характеристикам, образовательным, впрочем, сближается. То есть, в общем-то, можно этот опыт копировать во многом и пользоваться, при этом избегая тех ошибок, которые, скажем, происходили на Западе. Я действительно вспоминаю, была дискуссия, наверное, лет шесть назад, ну, может, даже чуть больше, о перспективах развития интернет-рекламы. И точно помню, собрались, ну, такие достаточно авторитетные люди. И большинство, не скажу все, да, но большинство говорили, интернет еще далеко до развития, ну, глобального, да, до влияния там на умы. И интернет и реклама еще долго не будут соприкасаться. И как кризис 2008 года показал, что сокращение бюджетов, так сказать, вот рекламных в обычных носителях, да, нисколько не повлияло на сокращение рекламного бюджета в интернете. И более того, те, кто продолжал размещать рекламу в интернете, выиграли на самом деле. Ну, действительно, это подтверждение. Интернет – это колоссальное поле для увеличения известности бренда, повышения лояльности социальной аудитории. Причем интернет, взаимодействие с потребителем, с клиентом, оно носит строго адресный характер. Вот социальные сети позволяют, так сказать, заниматься таргетированием аудитории. То есть выявлять, вот как в качестве примера приводят западные исследователи, там, мужчин-калифорнийцев, 35 лет, играющих в гольф. Без проблем. И сейчас, скажем, на Западе общепринятым таким трендом является интеграция бизнес-приложений, скажем, с Facebook. Я подозреваю, что как раз это подтверждение ваших же слов, что прошло какое-то время. Мы немного отстаем, и те же молодые люди, которые с Facebook вместе росли, они сейчас выросли до бизнес-структур своих собственных, поэтому используют как бы естественное продолжение. Это дает эффект домино, потому что вот если брать Facebook, то самая динамично растущая его аудитория – это люди после 25, ближе к 30 годам, то есть люди уже состоявшиеся в жизни. Конечно, потому что как бы они вместе с ним росли, и те же контакты, которые они раньше использовали для общения, сейчас могут использовать для роста своего бизнеса. А вот в России только-только это начинает появляться, скажем, на Западе существует бизнес-приложение, которое позволяет в базу данных подгружать данные о клиенте из Facebook. Это позволяет, скажем, если, ну, например, менеджер по продажам звонит клиенту, выводится информация о нем не только, скажем, его реквизиты, да, но и информация о нем как о человеке. Это позволяет найти общих знакомых, попросить у них рекомендацию, найти точки соприкосновения и так далее. Это на самом деле очень важно. Это колоссальная база данных, куда люди выкладывают информацию добровольно. Ну да, например, там, как часто он посещает какой-то ресторан, да, то есть это же видно на самом деле. Более того, да, вот год назад мне, например, ВКонтакте начали приходить приглашения, скажем, на какие-то спортивные мероприятия. Я сначала не понимал, почему, потом обратил внимание на то, что я указал в своих интересах. Все точь-в-точь. То есть человек задает в поиске, например, ну, к примеру, футбол, и ему выплывает список тех пользователей ВКонтакте, которые это указали в своих интересах. Это вот одна сторона применения интернета, это поиск каких-то потенциальных потребителей. А вот если вы изучали опыт иностранный, есть попытки создать какие-то отдельные, ну, скажем так, форму, да, или сайты? Бизнес-бизнес. То есть вот такое там есть? Потому что у нас пока еще только на квадратной стадии. В России, в общем-то, это тоже есть. Здесь у России, кстати, одно интересное преимущество есть. Вот если мы берем благосферу российскую, да, там приблизительно 5 миллионов блогов. Из них более-менее действует 1 миллион. Из этих 1 миллиона примерно 11 тысяч – это ядро. То есть это те, кто активно взаимодействует друг с другом и так далее. Да, от разу к разу, а от разу постоянно. Не три каких-то заметки, а человек изучает новости, ссылается на них, ссылается на посты других. Какие-то комментарии свои дела. Так вот, у российской благосферы гораздо более высокий уровень прозрачности по сравнению с зарубежными. Дело в том, что интернет для бизнеса создает еще какую-то возможность. Это возможность подбора такого же адресного сотрудников. Репутация человека очень четко отражается в интернете. Что бы человек где ни писал в комментариях, что человек выкладывает на свои страницы в социальной сети, все это находит отражение. И сейчас многие соискатели попадаются на эту самую ловушку. То есть они подают заявку в какую-то престижную компанию, проходят собеседование по профессиональным, по квалификационным требованиям. Но их человеческие качества, так сказать, фотографии выложенные в социальных сетях и так далее, все это приводит к тому, что им в итоге отказывают. То есть могут создать какое-то представление, не совпадающее с представлением фирмы, о том, какой работе кем-то. Конечно, это сплошь и рядом, буквально. Многие мои знакомые, скажем так, не многие, не некоторые, да. Я могу видеть, что человек просто ради развлечения сфотографировался в кресле руководителя, очки его надел и так далее. И все это, конечно же, может создать впечатление о хорошем сотруднике и не очень благоприятное. Какие еще аспекты интернета и бизнеса будут развиваться в последнее время? Какие прогнозы для российского интернета? Ну, во-первых, потенциал для развития интернета еще есть, не исчерпан рынок потребителей интернета. И он продолжит развиваться вширь. Не такими динамичными темпами, как до 2008 года. То есть уже не в разы будет увеличиваться аудитория интернета. Это первое. А второе, конечно же, это будет увеличиваться его, так скажем, качественное предложение, скорость интернета и прочее, повышение конкуренции между провайдерами. Это увеличение внимания государства к этому процессу. Потому что государство провозгласило одной из своих целей, своей политикой, это, так скажем, интернетизация, предоставление интернета всем гражданам России. Какие прогнозы еще можно выделить? Это политизация интернета, это продолжающееся обращение к социально актуальным темам. В свете грядущих выборов и событий после выборов, которые наступят, конечно же, я думаю, что это будет одним из основных трендов развития российского интернета. То есть интернет плотно продвигается во все сферы жизни, начиная от общения, заканчивая бизнесом. Конечно. Спасибо за интересную беседу. Спасибо вам. А я напоминаю, что мы говорили об интернете, об плюсах и минусах интернета, о свозах общения в интернете. И у нас в гостях был преподаватель кафедры политологии Омского государственного университета Иван Жуков. Программу вел Евгений Ганштейн. Всего доброго. Омского государственного университета Иван Жуков